Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 27 октября? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. ФАП поставили, поликлинику ремонтируют. В Сурском районе модернизируют учреждения здравоохранения. Вечная слава память двоих участников СВО вековечили в селе Алешкино Сенгелейского района. В Ульяновске выбрали лучших в России студентов-педагогов. Ульяновские тяжелоатлеты привезли медали с первенства ПФО. В Сурском районе Ульяновской области приводят в порядок учреждения здравоохранения. В частности, поликлинику районной больницы и фельдшерско-акушерские пункты в селах. К примеру, до 2025 года планируется построить ФАПы в селах Выползово и Большой Кувай, а также совхозе Сурский. А как функционирует медпункт в Чеботаевке и идет ремонт в поликлинике райцентра в нашем материале. Раньше, чтобы получить помощь медика, жителям Чеботаевки приходилось добираться до районной больницы. А это 60 километров. Правда, в населенном пункте работал медпункт. Но здание совсем обветшало и не отвечало требованиям современного учреждения здравоохранения. Но это в прошлом. В день сколько посещений? По-разному. Восемь. Когда грипп, много. Ну сейчас с какими болезнями в основном обращаются? Гипертония. Ну это пожилые уже люди, да? Да, да. В обновленный фельдшерско-акушерский пункт заехал губернатор. Алексею Русских показали ремонт и новое оборудование. Теперь жители могут не только измерить давление, но и сделать ЭКГ и получить бесплатные лекарства. В планах местной администрации даже обустроить физиокабинет. Обновления грядут и во взрослой поликлинике Сурского. Подрядчики работают на третьем этаже здания. В первую очередь мы модернизируем крышу, потому что есть дефекты кровли, которые мешают работе медицинского персонала. И также приводим в соответствие, так скажем, стены учреждения. Это не первое обновление в районной больнице. Ранее отремонтировали хирургическое отделение, детскую поликлинику, пищеблок и стационар. Удалось приобрести передвижной флюорограф. Всего на ремонт поликлиники предусмотрено 17 миллионов рублей. На новый модульный ФАП в Чеботаевке потратили 10 миллионов. Все по национальному проекту здравоохранения. Анна Тищенко, Управда ТВ. Специальная военная операция продолжается. В новейшей истории появляются подвиги соотечественников, и их имена остаются в нашей памяти. Павшие воины смотрят с мемориальных стендов на своих родителей, жен и детей. Наш корреспондент побывал в селе Алешкино Сенгелевского района. В населенном пункте возвели новый мемориал, посвященный землякам. Подробности у Виктории Черковой. Минута молчания холодным осенним утром. Реквием по отцам, друзьям и супругам. Мужчин, погибших на поле боя в селе Алешкино, увековечили на аллее героев. Это водитель мотострелкового полка, рядовой Юрий Краснов и старший стрелок-зенитчик сержант Андрей Краснов. Эти парни однофамильцы. Андрей Краснов окончил Алешкинскую среднюю школу. Будучи истинным патриотом, всю жизнь он посвятил служению Родине. Многие годы он проходил воинскую службу по контракту, участвовал в боевых операциях. С началом СВО Андрей не мог остаться в стороне, хотя уже был близок к оформлению пенсии. Но когда он получил вести о гибели товарищей, решение было принято немедленно. «Пора», – сказал мужчина своей матери и отправился на Украину. Он собирался заняться мирной жизнью, но погибли его друзья, ребята из 31-й бригады. И он им пообещал на могиле, что он обязательно отомстит. Мы сначала пробовали его отговорить от этого шага, но он ответил четко и ясно. Мама Кту, кроме нас, сумеет это сделать лучше. Очень тяжело пережить горе. Но я очень благодарна, что рядом со мной были родные и близкие. Андрей погиб 8 февраля этого года. До отпуска оставалось несколько дней, но судьба распорядилась иначе. Мы были в шоке, мы не ожидали. Потому что мы первый в марте, у него было уже 6 месяцев, и мы его ждали в отпуск. Поэтому было это очень неожиданно. Юрий Краснов родился в селе Алешкино. До мобилизации в зону специальной военной операции работал водителем. Вместе с супругой Татьяной растил троих детей. Погиб при исполнении воинского долга 10 ноября 2022 года. Он был очень отзывчивым человеком, веселым. Любил жизнь. Служил в Южном военном округе. В мотострелковой руте. Все, что мы знаем о нем. Из зоны оттуда он звонил нечасто к нам. Если звонил, то на несколько минут. Только мы с ним общались. Вот по несколько минут. Молодые и сильные воины, которые точно знали, ради кого они ушли сражаться с коварным врагом. За героизм и смелость, проявленные в бою, Юрий и Андрей Красновы награждены орденами мужества посмертно. В Ульяновске спасли региональный бюджет на 934 миллиона рублей. Ульяновская УФАС выявила в закупке нарушение требований 44-го федерального закона и выдала предписание на его устранение. Напомним, в июне текущего года комиссия антимонопольного органа признала обоснованными две жалобы по закупке на выполнение работ по проектированию и строительству производственно-складского здания Портовой особоэкономической зоны в Чердоклинском районе на 934 миллиона рублей. Выяснилось, что компания-победитель закупки «Симбирскстройконсалт» предоставила в составе заявки недостоверную информацию об опыте выполнения работ на сумму 11 миллиардов рублей. Ульяновская УФАС-Россия признала в действиях комиссии по осуществлению закупок «Нарушение требований закона» и выдала предписание об отмене результатов закупки и пересмотре заявок участников. В итоге заявки пересмотрены, определён другой победитель, цена контракта снижена, предотвращен возможный ущерб бюджету. На самом деле после нашего разбирательства выяснилось, что таких действий не было, такого здания построенного не было. В этом нам помогли быстро провести проверку сотрудники Управления Федеральной службы безопасности, и Федеральной налоговой службы. Это яркий пример, который показывает о том, что возможно и нужно эффективное взаимодействие федеральных структур. Проигравшая компания обжаловала решение в судебном порядке, однако арбитражный суд Ульяновской области отказал компании в удовлетворении заявленных требований. В Ульяновске прошёл всероссийский конкурс «Студент года педагоги». В этом году молодёжной премии исполнилось 10 лет, а трек для учителей проводится только во второй раз. В год педагога и наставника в Ульяновск съехали студенты со всей России, чтобы показать своё мастерство. Раскрыть потенциал, обменяться опытом, а также получить поддержку наставников – всё это смогли участники всероссийского конкурса «Студент года педагоги». Несколько дней насыщенной соревновательной программы и мастер-классы ждали конкурсантов на Ульяновской земле. Выбирали лучших в четырёх номинациях – педагог дошкольного образования, педагог начального образования, педагог-предметник, педагог дополнительного образования. Важно, когда студент, ещё будучи начинающим педагогом, когда у него начинаются практики, когда у него начинаются специальные дисциплины, чтобы он тогда уже мог проявить себя как педагог. Показать некоторые уже свои находки, которые он, может быть, взял от своих наставников, от педагогов. Может быть, сам уже что-то разработал в рамках курсовой работы. Участники из 32 регионов страны показали свои навыки в различных состязаниях. В самопрезентации, мастер-классе, разработке плана урока, представлении классного мероприятия и внеурочного занятия, разговоры о важном и решении кейсов. Студенты использовали заготовленные материалы и пробовали себя в импровизации. Главными задачами было сделать всё грамотно, креативно и интересно для детей. Урок я провозил по функциональной грамотности. Ребята развивали разные виды функциональной грамотности, математическую, читательскую, естественно, научную. Всё это проходило на уроке литературы. В рамках романа «Отцы и дети» мы рассмотрели, как проявляются различные знания из других отраслей науки именно в литературе, и как они связаны вообще в жизни, и как они им пригодятся. Мария Ионова, студентка 5-го курса УЛГПУ, стала лауреатом в номинации «Педагог дошкольного образования». Мария уже полгода работает в детском саду и на конкурсе удивляла экспертов своими видеорабочих моментов. Такие масштабные конкурсы – это всегда толчок для развития начинающих специалистов. Я познакомилась с очень большим количеством интересных и перспективных студентов, которые дали мне, можно сказать, новый жизненный опыт. И вообще участие в таких конкурсах даёт тебе новые идеи и мысли для твоего развития. То есть я раньше никогда не думала, что мне понравится рисовать. Здесь я увидела мастер-классы, когда девочки показывали очень интересные техники рисования, и мне реально захотелось их повторить и внедрить в свою практику. Главный приз конкурса – возможность получить наставничество от экспертного сообщества. Наша основная задача – помогать молодому человеку найти себя в жизни, в современном мире, в будущем. Поэтому конкурс «Студент года» уже 10 лет проводился, он задумывался. И вот трек именно «Студент года педагоги» во второй раз, действительно, потому что это важная профессия, это основная профессия в современном мире, потому что она и настоящая, она и будущая. То есть как будет работать педагог, как будет работать преподаватель, такими будет наша страна. Гран-при конкурса взяла студентка из Иркутской области Вера Космакова. «Студент года педагоги» – это уникальный образовательный конкурс. Он проводится при поддержке Российского союза молодёжи и Росмолодёжь гранты. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ. Ульяновцы вернулись из Тулы с медалями. Здесь завершился Кубок России по пауэрлифтингу. Участниками стали полтысячи силачей из 40 регионов страны. Следом состоялось ещё одно событие – первенство Приволжского федерального округа. Здесь наши спортсмены также показали достойный результат и пополнили копилку побед золотой медалью. Подробности далее. Вадим Тишкин вернулся на родину из Тулы с бронзовой медалью. Спортсмен выступил на Кубке России по пауэрлифтингу весовой категории 120 плюс килограммов. Признаётся, конкуренция высокая. Превзойти себя в этот раз не удалось. Однако это лишь стимул для дополнительных тренировок и участия в следующем первенстве. К слову, оно пройдёт 17 ноября в Екатеринбурге. Хотелось бы выступить чуть лучше, чем получилось. Удалось не всё слегка реализовать. Но спорт есть спорт. Впереди следующие старты, следующие планы. Всё реализуемо. В категории до 74 килограммов серебро забрал Егор Хуторов. Спортсмен показал свои возможности в классической дисциплине жим-лёжа. Пауэрлифтингом Егор занимается с 2017 года. И в другом виде спорта на данный момент себя не видит. В соревновании по пауэрлифтингу я пришёл совершенно случайно, участвовал в спартакиаде между фузами региона. Как только у меня начало получаться более-менее как-то выступать и тренироваться, меня это затянуло и понравилось. Сразу после Кубка России Егор вновь испытал себя на прочности, выступил на чемпионате Приволжского федерального округа. Ульяновскую область также представила Софья Сергеева. Спортсменка вложила буквально все силы в первенство и завоевала золотую медаль в категории 47 килограммов. При этом школьница увлеклась пауэрлифтингом летом этого года. Добиваться желаемых результатов помогают тренировки. Им Софья уделяет 6 дней в неделю. В принципе, было несложно. Волнение присутствовало. Готовилась я, наверное, за месяц, с начала старта. Пожалуй, 67 килограмм. Тренировки проходят в комфортном для спортсменов формате. Комплекс упражнений тренеры подбирают индивидуально. Упор делают на дисциплину, постоянный спортивный рост и здоровый образ жизни. Это фундамент для будущих побед. Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас также очень много молодых людей, как и парней и девушек, приходят в зал, занимаются с увлечением. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату России, который пройдет в следующем году. Александра Никитина и Олег Тончин. Уллправда.ТВ Детский конкурс мордовского творчества «Эргене» проходит в нашем регионе. Уже не первый год. Национальные песни и танцы ребята показали на сцене ЦК «Патриот» в Ульяновске. Также педагоги организовали развлекательную программу. Подробности у Юлии Рудневой. Те, кто пришли на конкурс «Эргене» в ЦК «Патриот», в полной мере смогли познакомиться с национальной мордовской культурой. Ульяновские педагоги и воспитатели провели мастер-классы по рисованию национальных узоров и конструированию кукол из бумаги. Также гостей и участников конкурса познакомили с мордовской кухней. Это одно из многих мероприятий, которое напоминает жителям Ульяновской области других национальностей о национальности мордва. Мы показываем все свои лучшие качества здесь на сцене. Особенно это удается детишкам. Сами понимаете, дети – это наше всё. Творческий конкурс прошёл в формате концерта. В нём приняли участие более 106 ребят с разных уголков Ульяновской области. Возраст от 6 до 15 лет. И всем участникам конкурса мы говорим «Шумбрат», что переводится «Здравствуйте», «Располагайтесь», «Показывайте свои таланты». Сегодня собрались различные коллективы детские с муниципальных образований области, более чем с 10 муниципальных образований. Приняли участие в концерте и малыши. Воспитанники детских садов показали творческие номера под руководством педагогов. Наш коллектив называется «Маленькие звёздочки». Сегодня мы выступаем на конкурсе с песней «Кавтотерат». Сегодня в коллективе у нас всего 10 человек. Сегодня выступает 6 человек. Три девочки и три мальчика. Я как солист запеваю, они хором поддерживают меня. Выступления у ребят получились зажигательные и яркие. Мордовские народные песни и танцы не оставили равнодушным ни одного зрителя. Участники «Эльгини» соревновались в трёх номинациях – хореография, вокал и театральное искусство. По итогам конкурсов каждой номинации определили по три победителя. Отдельные коллективы были удостоены гран-при. Народные сказки Армения, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана превратились в мультфильмы. Ульяновские школьники при поддержке проекта «Хоровод народных сказок» нарисовали сказки разных народов. С ними познакомился наш корреспондент. В Ульяновске завершился проект «Хоровод народных сказок». Участники подготовили восемь фильмов по сюжетам национальных сказок на четырёх языках – армянском, узбекском, таджикском и азербайджанском. Восемь фильмов сказок записаны представителями непосредственно национальностей. Они читали для нас национальные сказки, по две сказки в каждой национальности. И второй частью нашего проекта является детская анимация. Дети от семи до семнадцати лет выполняли иллюстрации в различных анимационных техниках. Работу выполняли в песочной, лоскутной и перекладной техниках. В проекте участвовали ребята из школ области, а также телестудии «Карусель». Екатерина с командой рисовали армянскую сказку «Семь звёзд». В её основу легла история любви юноши и девушки. Эту сказку мы рисовали, наверное, около четырёх часов. То есть придумывали, как мы её изобразим, придумывали, кто у нас будет героями, как они будут одеты. То есть пока разукрасятся всё, нарисуются, вырежутся, нужно же ещё композицию составить, всё это снять на камеру. Другая участница Лейла читала азербайджанскую сказку «Как голубь учился гнездовить». Подобный опыт для девушки был впервые. Да, я была в закулисье, сама участвовала в этом процессе, увидела вживую, как записывают на профессиональные камеры. Это был очень интересный опыт. Реализация проекта «Хоровод народных сказок» стала возможна благодаря победе Фонда поддержки кинематографии Ульяновской области в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Посмотреть готовые фильмы можно на видеоплатформе Ульяновского кинофонда, а также в социальной сети ВКонтакте. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ. 28 октября в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами возможен снег. Температура днем составит плюс 1 градус. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00, а также о нашем сайте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!